Фёдор Лукьянов даст ли Кремль деньги Грецию, чтобы взорвать ЕС изнутри Фёдор Лукьянов? Рисунок к статье. Визит в Москву греческого премьера Алексиса Ципрася произвёл невероятный переполох. Даже ещё не сам визит, а только объявление о том, что он состоится. Всё ведущие телеканалы мира, включая китайский CCTV, выпустили сюжеты, предваряющие поездку. Вопрос ставится ребром, отвернутся ли Афины от Запада, выбрав альянс с Россией. Или даже ещё хлеще, пойдёт ли Кремль на финансовые вливания в Грецию, чтобы тем самым взорвать Евросоюз изнутри? Особенно остро греческий вопрос стоит в Германии, ведь именно слово Берлина относительно долгового бремени наследников Эллады будет решающим. Удивительно, но несколько разных немецких собеседников недавно убеждали авторы этих строк, что Сириза, правящая ныне в Афинах левая партия, продукт хитрого российского плана. И деньги, мол, давали, и морально-политическую поддержку оказывали. На встречный вопрос о том, не является ли победа Ципраса со товарищей плодом провальной политики Евросоюза в отношении Греции на протяжении многих лет, уважаемые коллеги удивленно поднимали брови. Читайте также, Алексис Ципрас, в Греции особо подчитают Россию и русский народ меня это, конечно, обнадежило. Приятно сознавать, что наша отечественная страсть возлагать на кого-то постороннего ответственность за собственные косяки роднит нас с передовыми европейскими нациями. Ну а если вдруг бдительные немцы правы, то преисполняешься гордостью за силу и влияние собственной страны. Вопрос ставится хлестко, пойдет ли Кремль на финансовые вливания в Грецию, чтобы тем самым взорвать Евросоюз изнутри? Понятно, что никаких альянсов Греция сейчас не выбирает и делать этого просто не может. Будучи участником единой валюты и обладая внешними долгами в сотни миллиардов евро, почти в два раза больше ВВП, которые надо постоянно обслуживать, а финны, по сути, не имеют суверенитета, полностью зависят от кредиторов. Выкупить Грецию из долговой кабалы нереально ни для кого, ну разве что для Китая. Но зачем ему это, а помощь в затыкании дыр, которая вся и немедленно уйдет на выплату процентов, бессмысленно. Какие-либо планы в отношении Греции можно будет строить, только когда ее будущее прояснится в ту или иную сторону. Либо новая сделка и страна останется в еврозоне на смягченных условиях, либо она вылетает из единой валюты и, обрушившись на дно банкротства, начнет подниматься уже иным способом. Пока налицо маневрирование греческого премьера, чтобы всеми правдами и неправдами добиться пересмотра действующей программы отношений с кредиторами. Цепрас при этом играет роль доброго следователя, а пугалом назначен министр финансов Янис Варуфакис, который благодаря эпатажному стилю, жесткой позиции и яркой внешности превратился в германском публичном пространстве в символ злодея. Цепрас играет на нервах европейцев, напоминая, что в крайнем случае Греции есть, кому податься. И хотя специалисты прекрасно понимают, что никакого поворота на Восток не будет, психологическую реакцию это не отменяет. Ту самую, которая отражает медийный ажиотаж. Россия может легко сделать красивый жест, выведя Грецию из числа стран, на которые распространяются продуктовые контерсанкции. А вот насчет выделения и денег стоит крепко подумать правительству Цепраса, например, удалось видоизменить дискуссию о будущем Греции. Добавив в нее геополитики. До недавнего времени греческая проблема обсуждалась исключительно в экономическом контексте, который для Афин, ясное дело, весьма не выигрышен. Как бы не оценивать политику ЕС, очевидно, что Грецию завела в тупик коррумпированность и неэффективность собственной политической элиты. Однако включение в игру фактора России и отчасти Китая, греки охотно рассуждают о том, что новый китайский проект экономического пояса шелкового пути ведет как раз к ним, напомнило многим в Европе и США, что Греция, член НАТО, расположенный в стратегически значимом месте. После Холодной войны об этом вспоминали мало, ну а на фоне ее рецидива из-за Украины сам Бог велел Афинам понамекать старшим товарищам о тяге к России. Чтобы при принятии решения о будущем Греции все не сводилось к меркантильным вопросам. Читайте также, власти Греции нашли деньги для кредиторов это не означает, что греческие власти цинично обманывают Москву, заигрывая с ней только ради собственных интриг внутри евроатлантического сообщества. Сириза и ее единомышленники действительно против существующей в ЕС модели экономических и политических отношений и ищут могучих союзников, чтобы усилить свои позиции. Для России это хорошая возможность укрепить рычаги в европейской политике, куда более перспективная, чем собирать на Конгресс в Санкт-Петербурге одиозных ультраправых фриков. Обвинения же в том, что Москва раскалывает ЕС, звучат довольно наивно. Во-первых, Евросоюз и без специальных усилий раздроблен по большинству вопросов, во-вторых, ни одна страна не упустила бы возможность воспользоваться внутренними сварами в стане оппонентов, а сейчас Европейский Союз и Россия, без сомнения, оппоненты. Россия может легко и безболезненно сделать красивый жест, выведя Грецию из числа стран, на которые распространяются продуктовые контерсанкции. Есть интересная тема для разговора, связанная с новой схемой газовых отношений с ЕС, о которой объявил Газпром. Товар доставляется до турецко-греческой границы. Далее, ответственность клиента. Как все это будет работать, пока непонятно, но для Афин явно открываются возможности. А вот насчет выделения Греции денег стоит крепко подумать. Стоит вспомнить о 3 миллиардах долларов, перечисленных Виктору Януковичу в конце 2013 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова